приветствую дорогие друзья как вы все прекрасно знаете мы очень много делаем ландроверов частности discovery 3 discovery 4 range rover sport данном случае как вы его видите никогда у нас не был ни на каких работах не на свапах и всплыл интересный вариант интересный экземпляр по хорошей естественно цене я не удержался поехал посмотрел договорился ну конечно это было не совсем так это были договоренности это был совершенно другой регион это естественно предоплата фотоотчет проверки и так далее потом я поехал там за 600 или за 700 километров забирать этот автомобиль ну в общем как вы видите это range rover sport он уже здесь это рестайловый автомобиль 2010 года у него был в 8 510 сил это компрессорный топовый мотор и естественно он умер сейчас здесь нету ни мотора не даже внешнего обвеса как вы это видите вообще полностью история этого автомобиля я на самом деле не знаю то есть что куда почему вкратце двигатель я так понимаю то ли стуканул то ли разобрали для код профилактического ремонта или что-то еще и в общем его украли украли двигатель украли фары крылья бампер задние фонари и здесь все это дело присутствовало до рестайловая просто накинули там на два шурупчика я сейчас это все снял и естественно выбросил двигатель после того как украли чтобы сделать какую-то видимость что-то накидали под капот в частности это кое-какие там коллектора навесное оборудование присутствует сам компрессор который мы посмотрим если он живой может быть за какие-то минимальные деньги кстати выложим на нашем магазине авито напомню нас их 2 и ссылочки всегда есть в описании кому интересно какие-то запчасти пожалуйста зайдите посмотреть коробка передач здесь 6 ступка и и даже отсюда я еще не вынимал и как вы видите предыдущие собственники не вынимали не снимали кузов с рамы то есть нормально как видно можно вытащить мотор не разбирая полностью весь автомобиль выхлоп присутствует коллектора коллектора бы отдельно лежали месяцу катализаторы все четыре штуки присутствуют это будет разбираться чуть позже естественно сюда будет устанавливаться япония естественно в 8 но не стандартная с кое-какими наработками об этом я расскажу естественно позже пробежимся по самому автомобиль естественно как вы понимаете если бы он был бы трупом или тотальным или с какими-то криминальными документами как вы знаете как мы часто покупаем ландровер под клиента то есть приходит клиент заказывать целиком проект и мы сами ищем нормального донора проверяем его чтобы он был годный комплектный для наших реставрационных работ и естественно с честными документами какие-то мелкие дтп я не беру например вот здесь вот сейчас вот невооруженным глазом видны вмятины на капоте он кстати алюминиевый это очень тяжело исправляется возможно где-то у него были какие-то коцкие подкраски но из того что я нашел это задняя правая дверь чуть-чуть видимо вмятинка была понизу подкрашивалась немножко подкрашивали задние арки но без какой-либо шпаклевки то есть это действительно я так понимаю были сколы потому что колес летит и вот эти вот задние арки песка струются их подкрашивали еще и предыдущие собственники их подкрасил уже я далее в процессе проверки автомобиля естественно я убедился что капсула не нарушена то есть естественно вся силовая конструкция это самое главное рама и силовая конструкция если там еще раз подчеркну к это вмятина на двери ли где-то еще никакой роли это не играть в том случае дверь можно поменять на 100 10000 рублей на досках объявления нормальная привозная без каких-либо проблем покрасил поставил поехал в общем вся силовая конструкция все лонжероны в идеальном состоянии пороге это тоже очень важно потому что во всех discovery 3 даже discovery 4 уже подгнивают пороге их приходится вычищать некоторых случаях переваривать здесь же повезло пороге были действительно в хорошем состоянии я их просто все прочистил полностью перегрунтовал естественно покрасил черным цветом залил все обильно антикором я думаю вот здесь вот все видно я уже вот здесь вот пролил порог пролил и уже обратно установил пластик также установил кронштейны на подножке которые также куплены новые в общем в целом еще раз подчеркну очень живой экземпляр я прям действительно зацепился за этот экземпляр он классный комплектный не тотальный поэтому дальше с ним работать все приятнее приятнее особенно еще раз подчеркну такие вот моменты что живые пороги то есть я не варил это вот огромный плюс к работе далее по салону то есть весь салон не требует каких-то глобальных ремонтов перешивов и за исключением руля не более даже сиденье водителя даже боковин к она абсолютно в нормальном состоянии но естественно осознавая все вот это понимая насколько интересный экземпляр а он отличается от дореста вы прекрасно знаете что у меня в семье есть range rover sport 42 компрессор и он дорестайловый это же все-таки рестайловая версия здесь уже стоят другие амортизаторы кое-какие отличия даже по подвеске присутствует по кое-каким другим элементам по тормозной системе по электрике ну салон это само собой в принципе это другая машинах тоже но другая вот в этом плане интересно поработать с этим автомобилем я решил его пустить под полный проект естественно как вы понимаете первым делом я закупился комплектующими теми комплектующими которые позволят собрать внешне это автомобиль чтобы он был классным красивым и естественно в рестайловом виде более того в автобиографии помогли нам в этом как всегда наши партнеры санкт-петербург компания lr studio то есть я что у них приобрел это передний бампер задний бампер это естественно крылья вот одно крыло вот здесь вот другое крыло это куча всяких элементов молдингов даже насадки вот именно автобиографии насадки это нержавейка вот еще сам покажу вот такая вот красота две штуки далее у нас идет молдинг на крышку багажника на стекло он уже предварительно мы его примеряли смотрели даже покрасили все он сейчас готов мы будем это устанавливать подножки всякие естественно декоративные элементы по низу бампера и прочие прочие крепежные мелочи естественно оптика передняя оптика и задняя оптика все как вы видите в комплекте поэтому еще раз говорю спасибо огромное компании lr studio город санкт-петербург за действительно классные запчасти не побоюсь этого слова почему классные потому что вот крылья это уже мы их естественно покрасили потому что они были в грунте как и бампера были в грунте и естественно мои маляра просили ты все проверь все зазорчики накинь крылья накидывал крылья проверял прикручивал бампера все четко сошлось все абсолютно классно на крыльях нету шпаклевки да где-то от штампа были какие-то мелкие мелкие изъяны назовем это так просто два слоя грунта жирного слоя грунта все это просушили все это дело перри шлифовали и просто покрасили то есть никакой шпаклевки нет все классно встает сейчас вы сами в этом убедитесь задняя часть у нас уже практически собрана бампер как вы видели установлен задние фонари вот это вот планка конечно вид шикарный ну естественно насадки под оригинал под автобиографии на самом деле вот насадки у них в автобиографии в целом вот не очень интересной формы мне кажется надо было им по высоте поменьше и по ширине побольше тогда бы как-то это смотрелось ну более выразительно ну что имеем то имеем в общем насадки будет вот так здесь надо будет мне добавить доварить кусочек трубы потому что здесь старые насадки были какие-то вообще колхознейшие я их срезал сразу выкинул чтобы они глаз не мозоли ну в общем нас с насадками будет красота по задней части нас уже практически все готово остались только брызговички и арки сейчас я их ставить не буду так как перед установкой подкрылков тут есть штатные заводские подкрылки естественно я должен все за анти корень днище уже все кстати промыто я забыл сказать то есть я уже грузил его на эвакуатор уже возил к нашим партнерам поднимали на подъемнике полностью все днище промыто это нужно было мне сделать обязательно во-первых и удобнее работа вторых и в целом оценить состояние автомобиля и так мы делаем с каждым автомобилем приступаем к переду как я уже сказал все заранее выкрашено внутри она грунтована вот здесь вот черная краска это просто я кисточкой обычной кисточкой уже здесь прокрасил для чего для того что в принципе вот с завода идет заводской грунт еще мы грунтуем и в принципе по заводу именно так все это дело и живет то есть вот даже вот здесь обратите внимание здесь не прокрашена то есть завода просто грунт и в принципе все это живет опять же где живет не в москве не в питере и естественно в тех местах где нету зим где нету реагентов я как владелец до рестайлового рейндж-ровера прекрасно знаю что вот нижние места подгнивают и вот эти места подгнивают поэтому обязательнейшим образом давай мы наносим антикор то есть у нас вот в этой части вот в этой части всегда набивается грязь то есть мы вот это все сейчас вот таким вот образом все это про про естественно антикоривается и более того еще самые важные места это вот это место и вот это место то есть перед покраской здесь у нас идет полоска или слой как угодно можно назвать герметика вот в этой части вот в этой части так как здесь прилегающий пластик он имеет свойство от ветра набивать натирать вот это место и начинает естественно здесь корродировать ну а это арка как вы понимаете стандартная болезнь всех абсолютно автомобилей это пескоструй то есть от колеса песочку отсюда летит если здесь сделать слой герметика плюс он уже покрашен то как вы понимаете это продлить жизнь крыльям мордочка полностью собрана и фары и губа и туманочка решетка и крылья как вы это увидели вот я специально принес старое крыло это кстати до рестайловое крыло собственно до рестайловое крылья как им сказал были на этом автомобиле видимо это была подмена в сервисе и вот о чем собственно я говорю что вот эти места постоянно гниют постоянно ржавеют вот очаг коррозии вот очаги коррозии вот здесь и естественно вот от камешков вот это все место песка струится соответственно если здесь как вы уже увидели слой герметика внутри я естественно краской прошелся просто кисточкой помимо того что будет под крылок это понятно таким образом вот это вот вот кант он будет жить дольше то есть это я не просто так придумал а так и есть вот эти вот места они довольно таки болезненные таких автомобилях это актуально не только для range rover sport но и для discovery 3 discovery 4 ну что скажете дорогие друзья немножечко естественно сполоснули чтобы эту пыль убрать протерли но мне кажется он выглядит шикарно понятное дело как я говорил что капот будет тоже краситься там вмятина вот здесь вот царапины и здесь еще тоже есть вмятина и вообще кстати капот тоже не от этой машины если присмотреться на солнышке то вот сам черный металлик ксералик отличается от всей машины поэтому капот тоже будет перекрашиваться но в принципе к нему глобальных претензий нет пару вмятин есть технологии решим все это дело вытянем и естественно покрасим благо краску уже заранее куплено когда красили все вот эти обвесы крылья так далее но я считаю что выглядит очень очень классно очень шикарно естественно колеса понятно пока он на старых колесах даже как видите немножко кузов перекошен то что пневма понятное дело сейчас не работает так как не двигателя не борт сети ничего толком не подключена и пневма мы накачали просто вручную банально с компрессора подав питание на блоке клапанов естественно где-то что-то лишний воздух в какой-то баллон попал больше в какой-то меньше понятному немножечко он перекошит это роли сейчас никакой не играет сама по себе пневма я так бегло посмотрел абсолютно нормальном состоянии требует просто ревизии блоков клапанов естественно переборка компрессора мы всегда их перебираем это новая поршневая новый цилиндр новый поршень здесь на сушитель перебирается силикогель меняется и все уплотнения это у нас уже стандартная процедура которую мы делаем на всех дискорях и здесь же также на спорте это будет сделано задней части не менее шикарен ну за исключением того что вот насадки о чем я говорил что вот форма их как-то ну вот дизайнерски не совсем доработано проработано но в целом как вы видите это вот полностью под автобиографию насадки пока временно закрепили они немножко кривовато стоят но в целом чтобы было понимание вообще общего образа также заменили спойлер он немножко другой формы в автобиографии он пошире то есть он заходит уже на стойке но в целом концепция тоже тот же стоп-сигнал и естественно та же камера кстати в этой машине очень хорошая комплектация у нее есть функция кругового обзора 360 градусов то есть присутствует камера задняя присутствует камеры в зеркалах и должны присутствовать камеры в переднем бампере две штуки их к сожалению нету чему потому что им как говорил бампер здесь подменили естественно бампер мы как вы видите восстановили естественно все парктроники поставили камер пока что нет родные камеры новые стоят колоссальных денег то есть две камеры это чуть ли там не полцены этого автомобиля на вторичном рынке поэтому ну и заказывать их смысла я не вижу бы ушные где-то найти тоже можно по цене пока непонятный и дело в том что они все от песка струйны мы будем искать варианты каких-то аналогов какой-то замены если вы знаете какие замены напишите пожалуйста в комментариях вообще кто ставил другие камеры здесь четырехпроводные естественно камера стоят получается что с внешним видом практически все ну за исключением как я уже выразился мелких моментов это колес я пока не знаю какие колеса хочется что-то интересное то что интересно стоит дорого и пока не хочу на это выделять деньги потому что все равно этот проект делается опять же в параллель основным проектом естественно он внеочередной пацанов я практически не дергают андрюш попросил для того чтобы все это дело под собрать естественно прерываться от заказов не нельзя и поэтому этот автомобиль я собираю так по вечерам по выходным через сколько он соберется это никакой роли не играет как я уже сказал что хочу на нем покататься сам будет ли вам продаваться в будущем наверное да может быть все таки и нет почему пока если честно не знаю за сколько его продавать кому его продавать потому что хочется сюда вложить душу во все то есть не просто поставить узет о чем я сказал в начале а естественно с глобальными изменениями и хочется затронуть еще такие вот моменты что при установке узета в спорты практически все ну наверное даже все установщики скажу это так потому что я не видел чтобы кто-то оставлял это убирают гидростабилизаторы обратите внимание вот здесь вот под коробкой передач вот он виден стоит гидростабилизатор к нему подходят трубки то есть что такое гидростабилизатор для тех кто вообще не в курсе что у каждой машины сейчас это объясняю для тех кто не понимает что это такое у каждой машины есть стабилизаторы поперечную устойчивость то есть когда вы проходите поворот естественно кузов накреняется наклоняется и чтобы крен был меньше и быстрее выравнился стоят естественно стабилизаторы такая железка которая естественно против крена автомобиля она может быть тонкая она может быть толстая если вы ставите ее толстую то соответственно она жестче и естественно переборщить ей тоже нельзя потому что опять же если переборщить то в принципе машина будет очень жесткая и возможно будет снос оси если действительно очень сильно переборщить в этих же автомобилях учитывая что это рамный большой тяжелый автомобиль у него масса близкая к 3 тоннам и высокий центр тяжести стоят гидростабилизаторы для чего для того чтобы когда вы едете спокойно прямолинейно у вас все четыре колеса они работали в комфорте как только вы доехали допустим до серпантина поехали вот так вот по серпантину сесть на кузов начинает крениться вправо-влево естественно система это видит знает чувствует по различным датчиком в том числе гироскопическим и управляет гидростабилизатором то есть стабилизатор по сути разрезом стоит муфта внутрь подается масло и когда машина крениться масло увеличивается в давлении и естественно более жесткий становится стабилизатор таким образом чем прекрасен этот автомобиль именно почему это не discovery но что discovery это в принципе внедорожник вседорожник он комфортный семейный а это не discovery это спорт то есть откуда слово спорт это не просто не знаю там брызговички с парка налепили и слова спорт написали нет он спорт именно спортивный чем он спортивный это чуть-чуть измененной подвеской чуть-чуть измененными амортизаторами то есть они уже регулируемые к ним реально подходит проводочки естественно вся эта система знает когда какую жесткость давать на эти амортизаторы естественно эта форма кузова естественно это тормоза здесь уже стоят другие тормоза и также гидростабилизаторы это неотъемлемая часть именно спортивности этого автомобиля и вот без этого всего представьте если здесь просто бы стоял бы какой-нибудь там вот как в америке там big block не знаю там 78 литров да он валил бы по прямой тормозов не было бы в поворот и вот это вот дура трехтонная она бы просто кренилась бы и что это было бы это не пойми что был а здесь задача как раз инженеров было сделать так чтобы это получился bmw x5 в квадрате чем классен bmw он очень легкий он очень классно рулится но bmw это не внедорожник это именно кроссовер нерам здесь же рамная тяжелая конструкция есть пневмо с тремя положениями то есть в принципе можно съехать на бездорожье на нормальной резине он проедет везде практически естественно есть функции terrain response всякие режимы снег грязь там песок камни там чего только нету и система это прекрасно работает но при этом когда вы выезжаете на асфальт и у вас шоссейная резина там с большим индексом скорости вам хочется драйв и для этого вот это все сделано что эта машина внедорожник но улица как bmw x5 и вот при свапе я хочу оставить эти гидростабилизаторы сейчас я разрабатываю кронштейны для установки гидро насоса на мотор юзет вместе естественно это нужно уместить с компрессором кондиционера естественно уместить с насосом гура и все это должно приводиться в движение одним ремнем потому что на юзете именно принцип один ремень один автоматический натяжитель уже я практически все это придумал и в ближайшие но я не скажу дни скажем так ближайшие недели или месяцы да все это будет доделано вырезана покрашена проверен соосность и агрегат будет готов он будет сюда устанавливаться далее в целом по концепции то есть что мне хочется вернее уже это практически сделано двигатель в 82 uz но строкерный то есть увеличенный объем здесь будет 5 литровый это автомобиль изначально 5 литров 510 сил но компрессорный у меня же будет 5 литров но атмосферный какая мощность честно пока что не знаю забегая вперед мне очень хочется чтобы этот автомобиль поехал быстрее чем дорез 42 дорез 42 на самом деле не быстрый компрессорный автомобиль он едет семь с половиной секунд до сотни это официальные данные завода и в принципе я мерил так оно и есть даже спустя там 200 тысяч метров пробега он всегда едет свои стабильные семь с половиной секунд до сотни и в принципе для многих современных зажигалок турбовых это уже не быстро но мне для каждого дня на повседнев достаточно и поэтому если он поедет примерно семь с половиной секунды будет классно и так концепция мотор в 85 литров вы это уже поняли по навесному обязательные условия сохранить гидростабилизатор вообще всю систему амортизаторы регулируемые всю пневму все тормоза чтобы эта машина осталась с портом по трансмиссии естественно по-хорошему поменять редуктора потому что как вы знаете как я много раз объяснял в спартах и в дискорях редуктора имеют очень низкое передачное число и в одной такой машине я это уже делал я сделал выводы что да это можно сделать это все работает это все классно поехала но трудозатраты временные опять же финансовые трудозатраты в целом вот куда-то съездить там валы и так далее очень все долго можно это сделать и скорее всего буду такое делать каких-то других проектах здесь я хочу оставить родные редуктора да у них низкое передачное число как вы все это прекрасно знаете но путь решения будет несколько иной коробка передач я хочу сюда поставить 6 ступку 6 ступка как вы все знаете идет на в 8 на 3 узет и она слабая и я много раз это говорил в роликах что по-хорошему ее немножко усиливать и по фрикционам и по гидромозгу что собственно и будет сделано но и этого мало наша проблема с передачными числами в редукторах буду я это решать следующим образом то есть в коробке я буду менять передаточные числа как мысли есть но пока сам не знаю что из этого получится я думаю что получится позже когда все это я соберу покажу продемонстрирую в плане разгона и тогда уже подведем итог но цель именно такая поменять передачные числа тем самым убить как бы двух зайцев то есть и получить хорошую коробку усиленную коробку и не менять редуктора вот вот такая вот здесь будет концепция при этом мотор чугунный v82 узет на строкере 5 литров ну и конечно же немножко нищебродства конечно же будет стоять газобаллонное оборудование опять же для нищебродства ли она с одной стороны как бы да вы прекрасно понимаете что это экономия тем более сейчас нынешнее время это примерно середина уже 22 года цена на пропан бутан она довольно таки низкая в москве уже цена ниже 20 рублей ей заправки по 19 рублей в регионах если по 18 по 15 в какой-нибудь оренбургской области вообще там по 9 уже рублей есть за пропан бутан но дело не в экономии дело в том что когда идет переделка под строкер под больше ход поршня я базируюсь на заводской поршневой и мне приходится увеличивать степень сжатия и сам бог велел под большую степень сжатия использовать не 98 даже или сотый бензин а сотый не на всех есть заправках а все-таки пропан бутан у которого октановое число выше 100 единиц и как вы это знаете уже много раз это показывал что у меня есть от черта мерседес который сделан именно под пропан бутан там сверх высокой степень сжатия назовем это так для юзета и он поехал быстрее волчка быстрее 6 секунд до сотни до сих пор он ездить до сих пор он дубасит и он до сих пор не развалился я имею ду мотор от детонации и и там в принципе нет потому что многие там даже писали что там будет детонации он все равно развалится нет он не развалился и поэтому суда газобаллонное оборудование это будет просто идеал и для экономии самое главное для получения большей мощности для получения заветных семи с половиной секунд а может быть даже и быстрее посмотрим как она выйдет также тюнячки естественно заранее я купил уже большой радиатор на охлаждение масло в автомате и естественно алюминиевый а джессовский соточный то сотый крузак радиатор охлаждения двигателя понятно что я уже закупился и вентилятор у меня будет мерседесовский высокопроизводительными вентилятора 211 mercedes это само собой я думаю вы помните что такие вентиляторы у меня и на гелендвагене стоят и нас удалось четвертом и на нашем эвакуаторе и в принципе никаких проблем нет там всего хватает и охлаждение и продувки то есть все абсолютно классно еще один маленький момент печальный момент заключается в том что вот помимо того что сейчас сказал что да там капот здесь мененый украли морду подменили ну мотор понятно украли здесь еще украли тормоза здесь должны стоять 6 поршневые суппорта brembo то есть в этой версии в рестайловой версии спарта именно 6 поршневые они были украдены сюда установлены суппорта со скобами большие видимо тоже от какой-то большой версии может быть дискаря а может быть из порта не знаю вот но тем не менее они здесь поменены я пока что временно временно купил 4 поршневые это дори стайл range rover спорт но дори стайл то здесь именно 4 поршня площадь колодки конечно не такая большая как здесь должна быть то сказать здесь 6 цилиндров естественно 6 поршняков здесь естественно площадь колодки намного больше но пока что приобрел вот такие за небольшую цену в принципе 6 поршневые возможно в будущем куплю поставлю но ценники на них крайне большие то есть кто-то ломит по 100 тысяч рублей за два суппорта я считаю что это просто неоправданно в крайнем случае я плюну и куплю от cayenne они недорого стоят придумаю переходные там пластины сделаю как это много на многие машины делал и здесь это тоже заработать но все-таки хотелось бы болт он 6 поршневые поэтому если у кого-то есть в продаже пожалуйста напишите в комменты либо на ватсап напишите все данные всегда есть в описании под каждым видео все ребят на этом этот видеоролик завершается я думаю вы увидели во всей красе этот прекраснейший range rover спорт я думаю вы поняли как классно смотрится обвес автобиографии но я буду продолжать ковыряться над этим автомобилем естественно будет несколько промежуточных серий и уже в конце финальная как он будет готов весь отполирован на химчистен и естественно замеряем как он поедет и по разгону и по экономии по всем делам это будет уже в финальном видеоролике не знаю возможно осенью возможно осенью с вами был как всегда василий за кадром и немножечко в кадре наша команда в общем работаем и над этим автомобилем тоже до новых встреч маленький пост скриптом чего-то здесь не хватает вот чего не хватает не хватает номерного знака хотелось бы сюда повесить красивый номер естественно прописка москва и хотелось бы сюда повесить три шестерки да такие предложения есть и есть даже перекупы которые продают там по 200 по 300 тысяч рублей такие номера ну я считаю что это бессмысленно хотя да вы прекрасно знаете что номера продаются и у меня даже наш коллега роман занимается номерами nva авто номер есть естественно ссылочка в описании кому интересно вот но мало ли у кого-то если есть сохранившийся номер три шестерки на московском регионе желательно на старой москве там на 99 например я бы готов купить за адекватные деньги что такое адекватные деньги я вам объясню например вот суппорта я вам показывал их цена где-то 30-40 тысяч рублей то есть открываем авито смотрим суппорта 30-40 тысяч рублей дорестайлов и эти суппорта я взял за 15 тысяч рублей от нашего подписчика за что ему большое спасибо то есть просто человек увидел позвонил говорит забери есть хорошие покрашенные не закисшие забери тебе пригодятся я не хочу ломить цену и получается он продал их в два раза дешевле рыночной цены лишь потому что просто подписчик поддержал мой проект за что ему большое спасибо поэтому если у кого-то по такой схеме грубо говоря есть номер который там достался случайно а он допустим не нравится потому что три шестерки мало кому нравится ну я не суеверный в этом плане я считаю что здесь три шестерки будет смотреться очень классно поэтому если у кого-то есть напишите пожалуйста на ватсап спасибо